Здравствуйте! Меня зовут Дима и я из Крыма. В 16 лет я попробовал амфетамин с героином и как бы с этого все у меня и началось. Не смог остановиться. Пробовал вылечиться в городе и в клиниках лежал. То есть толку не было никакого. Был в генической центре спасения. Искал спасение в Боге, но там чистый развод, никому не рекомендую там лечиться. Потом узнал в интернете о центре Василенко. Приехал сюда и тут, конечно, люди меня здесь есть не как к наркоману, а как к больному человеку. Помощь была на высоком уровне. Что еще сказать? Ну, Дим, может, скажи, с какими чувствами ехал сюда? Какие мысли были в голове? Ну, ехал с надеждой, что мне здесь помогут, потому что, ну, с желанием бросить, потому что если нет желания бросить, то толку в лечении никакого нет. Самое главное, это ваше желание, чтобы было, ну, чтобы личное желание было связать с наркотиками. Потому что где наркотик, там жизни нет. Это смерть. И вот, приехав сюда, у меня была очень-очень серьезная депрессия, как бы такая, пожирала меня изнутри. Ну, потихоньку, потихоньку, как бы стал, благодаря, конечно, врачам, персоналу, всему и методике, стало легче и легче, как бы, я понял, что можно жить, оказывается, без наркотиков, что вообще, как бы, все хорошо. И слышим, что много интересней, чем моя прошедшая жизнь. И вот 17 лет жизни у меня пролетело просто, как один день. Я глаза открыл, закрыл, и вот уже 2014 год, как бы, а изменений никаких. Из-за употребления наркотиков я полноценную семью не смог создать, потому что из-за дизельного приема амфетамина, там, и всяких разных увеселителей, как бы, ну, с детьми у меня не получается ничего. Но я надеюсь на лучшее. Чтобы после этого лечения у меня будет полноценная семья. Понятно, Адин. А какие изменения у тебя прошли здесь? Ты здесь находился 4 недели, да? 6 недель. 6 недель. Какое за это, какие изменения за это время произошли? Есть ли произошли? Произошли, знаете, как вот, когда ты употребляешь наркотики, то есть, очень многие чувства, как бы, любовь, жалость, как бы, ну, их просто нет. Никого не жалко, не стыдно. Короче, думаешь только о себе. То есть, ни родителя не жалко, ни жену не жалко, а о остальных людях вообще я, как бы, даже за людей не считал. А вот, на протяжении 4 недель я потихоньку начал просыпаться, ну, как будто бы спал и проснулся. На сеансах у меня первые слезы появились, как бы, там, чувства какие-то, жалость какая-то, вот, жену стало жалко, родителям стало, вот, очень жалко, что они, вот, все это время, как бы, я пил с них кровь, получается. Ну, они бы там, в принципе, не знали, что я употребляю наркотики, но однозначно чувствовали, что что-то со мной не то. Вот. И, благодаря сеансам, как бы, я потихонечку начал возвращаться к жизни и улыбаться, и, как бы, общаться. А так, до этого я был замкнутый, отмороженный на все голову. Вот. Понятно. Как-то изменились у тебя отношения с женой? Вот, на момент, что ты приехал, и на момент, ты, вот, уезжаешь скоро. Ну, изменились, конечно. Она стала мне чуть больше доверять, потому что доверия не было никакого, потому что я все время, как бы, врал. Ну, ни капли правды у меня не было, в моих словах. То есть, я все время тупо, грамотно отмазывался, как бы, ну. Все время я стала в подемочку доверять здесь, потому что она видела во мне трезвого человека, а когда я трезвый, я совсем другой человек. как бы, ну, больше ей внимания стал уделять. Родители обстал, стал звонить там, ну, ну, ожил. Начал оживать, потому что до этого я находился во сне. Воду, воду даже находился во сне. Нима, вот, ты сейчас уезжаешь, да, какое у тебя сейчас отношение к наркотикам? Отрицательное. Только негатив. Один негатив остался. То есть, я уже не приходов этих не помню, потому что, благодаря шокам, у меня, как бы, с головы с моей... Ну, весь этот кайф я... Сетевые воспоминания. Да, воспоминания все эти я загасил здесь. То есть, и, оказывается, без них очень, очень просто и легко думать, и жить, как бы, и радоваться жизнью. Потому что до этого у меня были... Утром проснулся, мысль об одном. Где взять дозу, где достать денег, и, короче, ну, и все остальное. Из этого я начал терять все, как бы, и машину разбил, и с родителями, как бы, начал ругаться. И менты тоже забодали меня. Короче, одна разруха, и в один негатив я жил 37 лет, как в аду. Дим, вот ты уезжаешь, да? Можешь ты так поподробнее немножко описать свои чувства перед отъездом домой? Что есть? Небольшая тревога, как бы, есть у меня. Потому что трезвая жизнь отличается от раскубаренной жизнью. Как бы, вот, нужно приехать, первым делом устроиться на работу. Потому что нужно быть чем-то занятым, в чем-то это время все... Не разруливать деньги или наркотики, а заниматься другим делом. То есть, устроиться на работу и тащить все уже в семью, а не в семье. Небольшая тревога у меня, как бы, есть такая небольшая тревога. Как получится, да? Ну, она приятная, да. Она приятная тревога. То есть, нет такого страха, что вот, будет ломать, будет умарить, что там... Ну, то есть, приятная тревога. Понятно. И нет уже этой депрессии, потому что депрессия была такая серьезная, что, честно говоря, даже жить не хотелось. Такие были, как бы, суицидальные моменты. Расскакивали в голове, что, как бы, никому не нужен. Все от меня отвернулись, друзей нет. И не было, как оказалось, никогда. Настоящих друзей. В основном, короче, одно разочарование. А сейчас какие-то цели появились, то есть, какой-то интерес к жизни обрел. А до этого ничего этого не было. Вот. Уже хочется как-то попутешествовать. Вот. Приносить себе и окружающим, ну, только позитивные эмоции. Хорошо. Дима, вот ты уезжаешь, да? Что бы ты мог, ну, может быть, сказать тем, кто только начинает лечение? Да? Ну, ребята, как бы, самое главное, это терпение и желание завязать с этим конечным наркотиком. Бросайте, потому что с наркотиком жизни нет. И после него тоже жизни нет. То есть, или взмеешь, или разобьешься, или, ну, короче... Это страх. Это просто ад. Если хотите жить в раю, то... Держитесь, крепитесь. И отгоняйте все мысли о наркотиках. Можно жить и нужно жить без наркотиков. То есть, самое главное, это терпение и желание. Удачи вам! Удачи вам!